Доброе утро, друзья! Сегодня прекрасный день. Во-первых, пятница, конец рабочей недели, скоро будем отдыхать. Но, во-вторых, сегодня день флориста. Это именно те люди, которые помогают нам дарить красоту и радовать наших близких и родных. Я предлагаю сегодня всем нам, ну не знаю, получить такой мастер-класс, как нам немного приобщиться к этой профессии. Помощного там Ксения Котова. Доброе утро, Ксения! Доброе утро! И с праздником вас еще разочек. Друзья, мы вышли сегодня в поле, находимся мы недалеко от мясокомбината и пришли мы сюда не просто так, а чтобы собрать вот такой вот букет, который уже Ксения здесь, пока мы готовились к нашему включению, собрала. И, собственно, узнаем, как нам собрать красивый полевой букет. Ксения, с чего нам всегда нужно начинать? Ну, во-первых, нужно подготовиться и взять с собой какой-нибудь инструмент, потому что рвать цветы, это, ну, не очень... Ну, не будет неэстетично смотреться, да, и, наверное, для цветочков не очень хорошо. Да, это не очень хорошо. Вот. И начинаем с чего? Мы просто пришли в поле и берем все, что нам понравилось. А есть просто, не знаю, какое-то, может быть, сочетание или цветы, которые, ну, не стоит брать? На самом деле полевые цветы, они все между собой прекрасно сочетаются, потому что посмотришь на поле, все очень красиво, и все, что нравится, берете все. Ну, вот я вижу, уже букетик очень красиво смотрится, и я надеюсь, и зрители со мной согласятся. Что у нас сейчас в букете находят? Вот сейчас у нас в букете есть герань лесная, которая у бабушек в горшочках растет на окошках, в лесу тоже есть герань. Есть греча дикая, есть скобиоза цветущая, есть тысячелистник, который все тоже прекрасно знают. Вот, пока у нас такой небольшой состав, но букет уже вырисовывается. Предлагаю поискать, дополнить его, давайте, может быть, вы своим взглядом специалисты окинете эту полянку, и куда мы пойдем что-то срывать уже. Ну, я думаю, вот рядом с нами прямо есть прекрасная ромашечка. Давайте ее добавим. Да, я думаю, что мы ее добавим, она нам прекрасно подойдет в букет. Он у нас такой. На ромашке еще и погадать можно, кстати. Ну да. Любит, не любит, как говорится. Да, тем более цветы все, полевые цветы все, в основном они все лекарственные. То есть можно подарить ей, будет не только красиво, но потом подсокнет чуть-чуть и можно в чаек заварить. Да, да, можно и так. Я думаю, все обрадуются этому. Так, еще мы добавляем, да, ромашечку? Да, плюс по стойкости полевые цветы, в принципе, стоят неплохо, но нужно подготовить цветочки нам к этому. Это как? Это, когда мы собираем цветы, нужно обязательно зачищать стебель, чтобы листья не попадали в воду. Иначе вода у нас начнет мутнеть, портится, и это очень повлияет на стойкость букета. А есть, я не знаю, у нас какие-то места прям плодородные. Но я вижу здесь, что действительно, я кидываю своим взором богатырским полянку, и вижу, что цветов здесь очень много. А есть еще примерно какие-то такие локации, куда может, ну не знаю... Знаете, можно просто выехать за пределы города буквально, вот, за вывеску, и вот идешь в любое поле, и цветов очень много. Ну и поскольку люди действительно собирают полевые цветы сами, без специалиста, вот, есть какой-то такой эффект нагромождения. Знаете, у нас у русского человека принято побольше, подороже, побогаче. Есть здесь какая-то, ну не знаю, мера? На самом деле нет. Это вот букет, который ты собираешь в салоне, да, там есть какие-то определенные каноны. А букет, который ты собираешь в поле, это уже все, что вашей душе, вашей фантазии угодно. Поэтому по размеру можете любой, какой вам хочется. В общем, принцип простой. Выходим в поле, видим все красивенькое, берем с собой стикатор, срезаем, и получается такой букетик можно. Подержу к себе. И пахнет вкусненько, и смотрите, как выглядит это. Я думаю, ну вот, каждая девушка, каждая женщина будет вот рада вот такому подарку. Если особенно мы это красиво оформим, то вообще будет красота. Но о том, как оформить букет, мы уже расскажем в следующем включении. А пока что я передаю слово студии Валера. Скажу. Наталья, как вам такой букетик? Артем, я скажу, шикарно получилось. Ловкость рук и никакого мошенничества. Мы как девушки скажем, скажи Аня, мне понравилось. Артем, ты молодец, спасибо большое. Надеюсь, что он подарит его мне. Смотри-ка, еще посмотрим, кому подарит.